Мы проводим мероприятия, направленные на популяризацию и на развитие игровой индустрии в Сибирском регионе. Это уже четвертое наше мероприятие. Это мероприятие городского формата, оно проводится в помещении. В этом году мы привезли много новых докладчиков, очень много сильных спикеров, будет выступать на лекционной части. У нас появились тенды спонсоров, которые демонстрируют свои продукты, рассказывают про свои компании и позволяют участникам мероприятия узнать больше о их компаниях. Субтитры делал DimaTorzok Человек пришел, увидел баг, а не фичу, сказал, как это исправлять, как лучше даже монетизировать. То есть, такой информации, в принципе, никто никогда не делится. Такого рода мероприятия приходят люди. Зачем? Из-за того, чтобы что-то узнать. Это доклады, дискуссионные панели. Вот прямо мы сейчас здесь с вами стоим, даем интервью, а прямо под нами проходят дискуссионные. Это обязательно надо посмотреть. Это люди сидят в кругу, практически вот так вот обнявшись, да. И друг другу на ушко, какие-то секреты из игровой индустрии. Первое и самое главное – это коммуникация. Потому что люди из разных компаний всегда должны обмениваться между собой опытом. Это очень важно. Ну, я в геймдизайне работаю 4 года, именно как официального трудового стажа. И меня очень привлекает эта сфера тем, что здесь постоянно такой драйв, постоянно новые интересные задачи. Совершенно потрясающие люди, с которыми я работаю. Просто множество художественников, программистов, кажется своим интересным взглядом на превышение проблем, мир, на проект, вообще на все. Не знаю, меня это вдохновляет, и поэтому я хочу продолжать работу, развиваться именно в этой сфере. Я рада, прям, что у нас появилась какая-то такая геймдевтусовка именно в Сибирске, потому что здесь все равно, допустим, безработчики очень редко ездят на какие-то там московские, питерские и европейские конференции, потому что это достаточно дорого, и все, кто туда приезжает, это уже, ну, не такие прям ребята, которые руками делают игры, да, а скорее это там руководители, руководители, руководители. Вообще не те, кто имеет боевой какой-то опыт, вот, а здесь можно реально, ну, встретиться, прям поговорить с теми, кто делал игру, ну, то есть ее прям рисовал, ее скриптовал, заливал в хранилище, именовал эти файлы там, вот, и поэтому это очень круто. То есть у нас сейчас уже есть множество компаний, множество возможностей, практически, если раньше войти в индустрию, это было прям такой задачей, серьезно, сейчас это достаточно, просто все нанимают, поэтому уровень у нас в индустрии, индустрии на таком российскому уровне в городе, вот, в целом российский уровень в ряде направлений практически мировой. Фестиваль интересен опытным людям, в плане, там, поделиться знаниями, узнать что-то новое, посмотреть проекты конкурентов, в конце концов, вот, ну, и, конечно же, фестиваль, в первую очередь, интересен людям, которые любят тусоваться, потому что здесь не только хорошо сейчас, но и ночью будет очень огненно и классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА